Девушки отдыхают Но это же важно. Это люди, которые принимают решения. Они иногда пьют эту воду, иногда умываются этой водой, и эта ржавчина проникла в дома двух граждан России, Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Как так? Там какой-то аппарат, подаренный тёще, я бы никогда не потратился, да и у меня и денег таких нет. Тёща вот мне специально купила, нам в дом поставили, мы всё, и мы пьём чистую воду. Вторые сутки первые лица российского государства нам сообщают, что их бытовуха ржавая. Где господин Мейн, министр жилищно-коммунального хозяйства? Почему он не ответил на эти вопросы? Я надеюсь, что и гражданин Владимир Владимирович Путин, и гражданин Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев, безусловно, уже написали заявление в соответствующие органы, в первую очередь в свою управляющую компанию. И разбираются, а как, а как нет. Ещё раз, ещё раз цитата. Если президент говорит, что у него периодически течёт вода ржавая из крана, то и у меня течёт, Дмитрий Медведев. Крылатая фраза пятницы, 6 декабря, если я не ошибаюсь, 2013 года. Может, это ржавый такой заговор против первых лиц государства? Но, Дмитрий Анатольевич сегодня отметился не только этим высказыванием в интервью, по-моему, пяти телеканалам. Почему-то радиостанции на эти встречи не приглашаются. Я бы с удовольствием тоже пообщался с нынешним российским премьером, позадавал ему вопросы. Ну, как-то вот почему-то в России принято, что зомбоящик, он более такой вот, более авторитетный, по всей видимости. А радиостанции, которые имеют гигантские аудитории, в первую очередь, конечно, «Серебряный дождь», как минимум полтора миллиона, ежесуточная аудитория, да? А на самом деле она значительно больше, то есть более ста городов вещаний. Мы ничуть не хуже вот этих телевизионщиков, да? Но радиостанции не приглашают, поэтому мы будем обсуждать, что называется, заочно. И вот одна из тем, которая сегодня у нас вырисовывается, и мы сейчас будем звонить Михаилу Хазину, известному российскому экономисту, это вновь цитата из Дмитрия Анатольевича. «Состояние российской экономики кислое», заявление премьер-министра. В интервью телеканала он сказал, что рассчитывали на рост в 3,3,5%, но речь идет о оваловом внутреннем продукте, а получим около полутора. При этом, как отметил господин Медведев, ситуация в России лучше, чем, к примеру, в Европе. Ну как-то нам старушку-то не пнуть. В целом он считает свое правительство работоспособным, не нуждающимся в каких-либо радикальных изменениях. Что же вот это за кислятина такая и кислые метастазы российской экономики, и как и чем перезапустить маховик развития? Михаил Хазин у нас на прямой связи. Михаил, добрый вечер. Добрый вечер. Рад вас услышать. Ну смотрите, вот кислотные, кислые метастазы, в общем-то, нагнули российскую экономику, и нет того роста, который прогнозировался. Я не знаю, какие кислотные метастазы. Но я цитирую премьера, он заявил, что состояние российской экономики кислое. Зачем вы цитируете премьера? Он уже продемонстрировал неоднократно, что он существо безответственное. Почему ничего осмысленного сказать не может? А спад экономический, ну, замедление роста, ну, еще в 2011 году. В конце 2012 года уже прямой спад. Все идет вот в полном соответствии, как написано в экономических прописях. Просто вот, ну, просто конфетка. Смотрите, у нас эта рынка вся была полностью перестроена под иностранные инвестиции. Внутренних инвестиций нет, они запрещены тотально под угрозой расстрела. Внешние инвестиции, в таком случае, если нужно их вернуть. Если вы вложили доллар, вы хотите вытащить доллар. Это значит, что вы не можете, что, как бы, вернуть вам могут ровно столько, сколько в Россию долларов приходит. Отсюда вывод. Если совокупный экспортный доход долларовый в России будет падать, то объем иностранных инвестиций, которые нам поможет переварить, тоже будет падать. В 2011 году цены на нефть раз теперь стали. А в этом году они уже даже падали. Ну, а точнее сказать так, по нефти цены не падали, но падали объемы. А, скажем, по металлам или по удобрениям падали и объемы, и цены. Ну, словами, денег на возврат становится все меньше. И в результате не то, что новые инвестиции. Старые-то не получается вернуть. И у нас начался с весны 2012 года, ну, сначала был инфайдером, значит, НЗС и компания, а потом и все начался отток капитана в полном соответствии с экономической логикой. То есть, на самом деле, все было предсказуемо и прогнозируемо с точки зрения той концепции, которая была заложена. Михаил, а что может перезапустить вот этот маховик все-таки развития? Мы можем с вами сколько угодно там высказывать критические замечания в адрес нынешнего Кабмина, там, и той концепции, да, экономического развития, которая ими разработана, я так понимаю, реализуется. Она не разработана, она разработана в конце 80-х. Называется она, кто в конце концепции? Ну, ты говоришь, я говорю еще раз. Егор Тимурчик Айдар, которого, как бы, в народе нас ласково называют летоедом. Вот, значит, вот эта вот вся вот эта вот линия, она вот так вот идет. И это вот результат, который абсолютно закономерно дорого стоит. Что можно сделать? Да. Значит, есть два варианта, да, которые в веке там, в союзе, очень похожи. Первый вариант. Нужно разрешить внутренние инвестиции. Нужно снизить кредитную ставку. Нужно, соответственно, максимальным образом поддерживать производителя. Снизить ему налоги. Может быть, еще чего-нибудь. Но тут, правда, имеется одна проблема. Ну, то есть, на самом деле, вот этот джентльменский набор, он и ясен, и понятен, что необходимо делать. Вообще, разумеется, этого не делают. Но тут имеется одна проблема. Поскольку я это все делал в 90-х, я понимаю, что это сложно. Потому что, потому что, а там много эффектов, взаимовязанных. И бывает такая ситуация, что вы что-то облегчили. А чего-то еще не облегчили. Эффекта нет. Да, вот раз сделали, нет эффекта, два не сделали. И народ начинает наезжать. Где эффект? Оно вообще нужно ждать, там, год-два, то и три, чтобы этот эффект произносится. Но есть и более простой вариант. Если главное, это возврат инвестиций, значит, увеличить количество долларов, которые находятся внутри экономики. Сегодня мы отдаем каждый год официально 315-320 миллиардов. А реальности где-то 400, а то и больше. Надо хотя бы половину этих денег оставлять здесь. То есть заняться импорт-посвещением. Вот у меня тут есть статистика по некоторым видам металл-вестилий, типа, там, этих крепежных и прочих. Думаю, производство составляет где-то примерно 15%. При этом та же номенклатура тоже качество. Все одно и то же. То есть надо заняться импорт-посвещением. Я могу сказать, какая цена просто. Цена политическая. Эти 200 миллиардов, которые мы затем импортов завестите, нужно же отобрать у партнеров наших либералов на Западе и оставить их здесь. Поэтому они никогда не пойдут на это. При этом обращаю ваше внимание. 200 миллиардов дополнительных денег. Это возврат с инвестиций, с процентной рентабельностью 2 триллиона. А 2 триллиона обеспечит нам экономическим сроком расти 67% на протяжении 10 лет. То есть когда Улюкаев объясняет Путиным, что его майские указы нужно выполнить, на самом деле он ему говорит следующее. Запомни раз и навсегда. Правила игры здесь, в России, устанавливаю я. И согласно моим правилам, экономического роста быть не должно. Михаил, то есть иными словами, вы мне хотите нашим слушателям сказать, что Улюкаев более влиятельен, чем президент Путин? Вне всякого сомнения. Он не просто влиятельен, он ему в лицо плюет. И при этом объясняет, что до тех пор, пока я здесь сижу, я это так же исполнять не буду, хотя это можно сделать. Я понял вас. Спасибо огромное. Известный российский экономист Михаил Хазин был на прямой связи со студией «Серебряного дождя». Вот такое оценочное осуждение Михаил в свое время действительно возглавлял экспертное управление администрации президента, но это было очень давно. Но, тем не менее, изнутри знает досконально, в общем-то, ситуацию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok